Здравствуйте, я хотел задать вопрос по поводу раздельного отдыха в семейной жизни. Мы с мужем мусульмане, мы в браке 10 лет, у нас трое прекрасных детей. Мой муж хочет поехать с друзьями отдыхать на море. Как он говорит, хочет провести время в мужской компании. Но я против этого, считаю, что это не пойдет на пользу нашим и так шатким отношениям. Дело в том, что мой муж злоупотребляет алкоголем, гуляет с друзьями до утра, а теперь еще этот отпуск без жены и детей. Подскажите, права ли я, что не даю согласия на раздельный брак? Я даже уже знаю, из какого это государства, из какого это региона. И даже посмотрев на имя и фамилию, уже так оно и есть. То есть там какая-то культура, что какой-то мужской отдых до утра. То есть здесь основное, знаете, что есть? То есть это проблема. И великая вероятность, что те пять тысяч человек, которые на улице, вот сегодня будут молиться, великая вероятность, среди них тоже это есть проблема. То есть люди формально приходят на джума или формально читают намаз. Некоторые не читают намаз. Но иногда могут выпить, иногда погулять, иногда поднимут тему наложницы или заложницы или кого-то, чтобы здесь с кем-то погулять, там с кем-то погулять, в том числе и в интимном плане и так далее. То есть это все настолько удивительно. И человек, тот молодой человек, плюс-минус 30 лет, отец троих детей, он совершенно нормальным для себя считает, это у них такой мужской отдых, что всю ночь с друзьями еще на отдых поехать. Отдых, такого рода отдых, на море, он заканчивается отдельно от жены и детей, он заканчивается многомиллионными случаями венерических заболеваний. И на самом деле, я когда отвечал вчера в студии, я сказал, то есть, конечно, в идеале ему отрезать детородные органы, можно было повесить на ближайшем столбе его, за эти органы, либо отрезать, чтобы он не разносил эту заразу, дальше все, дальше и дальше, чтобы он вот эту культуру алкоголиков, прелюбодеев дальше не развивал эту культуру, потому что им нужно постоянно, те, кто будут вместе с ними гулять, вместе с ними пить, они сразу говорят, ты что меня не уважаешь? То есть им нужны постоянно новые адепты, новые члены их мужского такого сообщества. Поэтому, конечно, в идеале либо лишать их этой части тела, либо вешать за эту часть тела, но, конечно, никто этого делать не будет, понятно. И он же так-то, он, по сути дела, отец троих детей. Но по факту, животное – животное. Годеныш к гаденышам. А что поделать? Основное, сказал ей, что если он утром, не то, чтобы на отдых поехал, он пришел утром, то не иметь с ним интимных отношений, пока он не принесет официальную справку из больницы о том, что не является переносчиком венерических заболеваний. И здесь только так. Вот эти уступки, сюсюканье, зачем, когда пишут, такой-то человек, алкоголик 20 лет, 25 лет. Алкоголик в большинстве своем так и будет оставаться алкоголиком. Здесь должны быть жесткие меры. И не зря относительно алкоголя в Коране что сказано? . Нечисть из дел сатаны. Это настолько грязная вещь из дел сатаны. Это настолько сатанинская алкоголь. В любом количестве. Это просто нельзя допускать. Нельзя. Жестко. А сюсюканье ничем хорошим не приводит. Это обычные современные проблемы, которые обычно от других скрыты.